добрый день уважаемые коллеги добрый день друзья как хорошо меня видно и слышно поставьте пожалуйста как всегда плюсики в чат если видите и слышите меня нормально прекрасно так вижу вопрос и отвечаю сразу вопроса людмила васильна я вот только что проверил этот файл действительно там какие-то проблемы на ютюбе странно я его проверял после закачки было все нормально но потом что-то случилось возможно это была повторная закачка с моей стороны поэтому случилась такая накладка я разберусь короче говоря и наверное тогда просто ищите его на нашем канале либо в нашем расписании интерактивном где слово записаться на вебинар зарегистрироваться на вебинар заменяется на слово смотреть запись вот там так что я обещаю вам сегодня с этим вопросом разобраться ну что ж я сегодня веду вебинар я как вы наверно понимаете уже но тем не менее свое вводное слово я все-таки скажу о том что в самом начале нашего чата расположены 4 полезные ссылки я постараюсь побыстрее исключительно для тех кто в первый раз сегодня у нас на вебинаре первая ссылка ведет на наше расписание на нем можно зарегистрироваться на все вебинары ближайшей недели а также на вебинары до конца нашего учебного года вторая ссылка на ней появится запись нашего вебинара примерно в четверг появится третья запись ведет на наше страницу онлайн курсов мы предлагаем пока 8 онлайн курсов еще два курса у нас готовится один из курсов это курс виталия цигельного уже его дата определена он пройдет начиная с 23 если не изменяет память января 19 года ну наконец последняя ссылка ведет на страничку выдачи сертификатов где можно будет приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего онлайн мероприятия и также хотел бы вам порекомендовать следующие вебинары наши для этого я должен их скопировать и сейчас помещу самый конец нашего чата сегодня у нас вторник до конца недели осталось еще кроме нынешнего вебинара 3 вебинара первый из них пройдет завтра в 15 часов обращаю ваше внимание в среду марина орешка ее вебинар что нам стоит квест построить создаем библиотечные квесты 20 числа в четверг как создать онлайн курс на степик это мастер-класс проведет его наталья феофанова это последний вебинар из короткого трека компании степик это будет мастер-класс на котором я надеюсь что то можно будет уже научиться а не просто послушать наконец последний мой вебинар из такой тетралогии про учебное видео приемы видеомонтажа учебным видео просто о сложном я проведу в пятницу в 12 часов по московскому времени все время московское указано вот так что это сегодня у нас третий из четырех вебинаров посвященных видео 21 в пятницу будет последний вот несмотря на то что собственно сам видеомонтаж выходит немножко за пределы того что можно дать у нас вот в директ академии мы постараемся его подумать о нем как о средстве именно преподавателя то есть рассмотрим какие приемы видеомонтажа могут помочь нам преподавателям может быть не заглубляясь в сами саму саму технику видеомонтажа ну частично может быть и и все таки рассмотрим вот ну что ж можно начинать наш сегодняшний вебинар я все свои вводные слова сказал как я уже сказал у нас сегодня третий вебинар я показываю картинку которую уже показывал на прошлом нашем занятии о том что производство видео имеет три этапа да у нас четыре было вебинара первый вебинар это нулевой этап да здесь он не не обозначен мы разбирались тем какие вообще виды учебного видео существует ну а здесь этапы вот такие это в киношной терминологии при production production и post production если в прошлый раз мы говорили о подготовке материалов сейчас включу свою рисовалку опыт о подготовке материалов и я вам говорил о том что подготовка материалов это возможно самый важный процесс при производстве учебного видео а вот сейчас я не отказываюсь от своих слов да но хочу сказать что наш нынешний этап вот этот вот этап 2 2 этап наш сегодня который мы рассмотрим он если можно так выразиться самый важный если учитывать концентрацию времени если этап при production он он очень важен но его можно делать на условно говоря очень долгое время то есть у нас почти что неограниченное время то сам этап записи по разным по разным причинам он очень концентрированы и в это концентрированное время надо просто сосредоточиться и не совершить базовых ошибок с тем чтобы на вот этом третьем этапе пост продакшн у нас потом было меньше меньше проблем если вы здесь совершите на этом этапе совершите много ошибок то потом на этапе 3 вы либо совсем не расхлебаете это и совсем тогда ничего не получится либо вам придется затратить в разы больше своего труда на того для того чтобы купировать как-то ошибки совершенные собственно при записи ну хочу заметить также что если у вас вот здесь на первом этапе вы плохо подготовились то тогда у вас будут проблемы вот здесь на втором этапе вот если при этом еще и вы плохо записали то этап 3 он совсем не получится то есть ничего не получится если же вы хорошо подготовились но плохо записали что-то еще на этапе пост продакшн можно будет сделать кое-как кое-как исправить вот вот такое соотношение примерно между этими этапами напомню что мы говорим в основном о скринкастах вы сейчас можете найти достаточное количество записей и вебинаров и видео уступлений где говорится о более сложных видах учебного видео записей в студии и так далее презентацию вы можете а нет да я прошу прощения спасибо что напомнили вот теперь вы презентацию можете скачать да тем более что у меня в ней достаточно много ссылок и не все из этих ссылок я буду давать в чате а вот будем итак будем говорить в основном про скринкасты почему то про скринкасты обычно говорят одной строчкой что скринкасты это очень круто здорово для таких-то и таких-то видов учебного видео но мы с вами поговорим о студии вот как я недавно смотрел один одно видео выступление на самом деле а студии конечно тоже нельзя сказать за одно видео выступление за час там и и десяти часов не скажет недостаточно и тем не менее вот получается такой скомканная вещь мы же рассмотрим скринкасты достаточно подробно с тем чтобы после этого вебинара в принципе уже могли запись скринкастов каким-то образом осуществить у и так скринкасты давайте я вам сейчас начну да что такое скринкасты для тех кто пропустил наше первое занятие скринкасты это все что пишется с экрана компьютера то есть запись экрана компьютера сопровождаемая или не сопровождаемая вашим голосом сопровождаемая возможно вот такими вот видами подчеркивания то есть выделения и иногда с изображением вас например в правом нижнем углу с видео с вашей веб-камеры называется скринкастом прежде чем мы придем собственно к самой записи чуть-чуть вернемся назад на этап 1 но рассмотрим его уже в плане подготовки конкретно вашего рабочего места к записи 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 скринкаста давайте посмотрим вот такой вот учебный ролик он на английском языке но с моим переводом субтитров на русский язык и так что нам надо сделать перед тем как так стоп я не тот ролик включил одну минутку перед тем как начать записывать свой учебный ролик с экрана вашего компьютера визуанная визуальной точкой алипир системы алипы читер виден визуанная визуанная элемент визуанная визуанная способность визуанная визуанная акция визуанная that hides everything else. Make sure what your viewers see on your computer desktop isn't distracting. Try closing any applications you're not using. Also, move the icons off of your desktop. If you have two monitors, it makes it really easy to just drag them to the monitor that you won't be recording. Or put them in a temporary folder somewhere else. You can always move them back later. Finally, if your background is too colorful or consists of family pictures or funny comics, consider changing it to something a little less distracting. The next tip pertains to planning and involves either writing out a script or preparing a detailed outline. A script helps you organize everything you want to include in your video and make sure that your language is exact and concise. Some people just have a gift and can press record and start talking to create a great video. For me, not so much. I tend to create longer videos, say um a lot more, and jump around to different topics instead of staying focused on the main goals of the video tutorial. Part of writing the script or outline involves doing a practice run-through of your recording. This is very helpful so that you can make sure that your video flows well and you aren't surprised if something unexpected happens during the real recording. To see an example script, please download the sample below and use it with this Getting Started series. The final tip in this tutorial is about audio quality. Use a decent USB microphone in a quiet setting. Whether it's a headset or desktop microphone, USB is the way to go and is going to give you better sounding audio. Also, be aware of your surroundings and stay clear of the noisy heat bed, doors opening and closing, and other noises that may get picked up by your microphone. I'm sure we could come up with more tips to share, but I think the three we've covered are a great start. Now you should be ready to record your screen, which happens to be the next video in this series. If you have any feedback or wish to share a tip of your own, please follow this link to a short survey. Thank you very much. and iPhone because of this. Actually, on Android, I think, everything should be fine. But, unfortunately, у Mirapolis is some problems with gadgets. I'm sorry, but we have a platform that we use. We have a problem. These are some problems. Простейшие, вроде бы, простейшие рекомендации, но не все их используют. Еще раз проговорю. Подготовьте поле для записи, то есть, если у вас много лишнего на рабочем столе вашего компьютера, уберите это лишнее в сторону, либо на второй монитор, если он у вас есть, либо в отдельную папку. измените картинку рабочего стола, если она у вас слишком веселенькая, на какую-то стандартную. Подготовьте сценарий, если он вам нужен, если вы точно не знаете, что будете говорить, не заучили или не уверены в себе. и подготовьте помещение, уберите все, что может шуметь, мешать, засвечивать и так далее. Вот очень простые советы, но они применяются практически применимо, практически везде и всегда. Ну что ж, пошли дальше к конкретным инструментам. Итак, первый инструмент при помощи, вообще инструменты, которые записывают скринкасты, назовем их рекордеры, программы рекордеры. То есть, как правило, они могут либо входить в состав более сложных каких-то инструментов, которые позволяют монтировать видео, либо являются отдельными, достаточно простыми инструментами, которые поставляются отдельно, как правило, даже бесплатно. Вот один из таких бесплатных инструментов, это сервис, я бы сказал так, сервис дефис приложения, потому что этот сервис в первый раз, когда вы его используете, предлагает вам маленькую программку установить. Эта программка просто перекачивается на ваш компьютер, не устанавливается в традиционном виде, как приложение, и всякий раз запускается после нажатия на кнопки, на кнопку старт рекординг. вот такое вот двойное приложение. Я всегда начинаю объяснение записи с этого приложения, ScreenCustomatic, с этого сервиса. Оно уже достаточно давно существует, несмотря на то, что вариантов записи есть много и приложений, и сервисов, оно такое достаточно устойчивое, и по нему достаточно хорошо можно все это объяснить, потом можете использовать что-то другое. Еще хочу сказать, что ScreenCustomatic, несмотря на свою такую, как бы это сказать, немножко дубовость, он входит уже много лет, входит в список топ-200 самых важных инструментов для рейтинг, самых важных инструментов для онлайн-обучения, и хотя бы по этой причине стоит начать с него. Как на него попасть? Вот ссылка, которую можете использовать, и по этой ссылке можете попробовать. Итак, попадаем сразу на главную страницу, с которой, собственно, почти и можно начать запись, нажимая на кнопку Start Recording for Free. Вообще-то ScreenCustomatic платный сервис, но у него есть замечательный бесплатный план, которым можно вполне ограничиться, особенно на начальных стадиях. Сегодня мы с вами просмотрим два учебных ролика по этому продукту, как им пользоваться, но это будет чуть позже. Ну, а на будущее, если хотите еще раз пересмотреть эти ролики, вот они. Один нюанс. Среди языков, которые поддерживают сервис ScreenCustomatic, нет русского. Более того, когда вы пытаетесь с российского сегмента интернета зайти в него, он почему-то как язык по умолчанию воспринимает воспринимает как забыл, как эта страна называется, как Южную Америку, короче говоря. Бразилию, конечно же, Бразилию, да. Поэтому, чтобы не спутаться с португальским языком, который потом сразу возникнет, после того, как вы начнете его использовать, лучше сразу здесь поставить язык английский и дальше тогда будет проще. Итак, нажимаем на кнопочку теперь уже Launch Free Recorder. Она уже покрасилась в розовый цвет такой. В этот момент как раз производится, это я опускаю, производится скачивание вот этого, если вы впервые, этого небольшого фрагмента кода, который устанавливается к вам на компьютер, не бойтесь, ScreenCustomatic это известный сервис, никакого вируса он вам не поставит, с этим надо согласиться просто. В последующие разы скачивания уже не будет производиться, вы просто будете автоматически запускать эту программу. Появляется вот такое вот поле, собственно, вот это поле, если использовать его края, то можно это поле растянуть так, как вам заблагорассудится, именно это поле вы и будете использовать для записи, для вашей записи. Появляется также вот такой вот, прошу прощения, сначала появляется вот такое вот маленькое окошечко, настройка, где есть большая красная кнопка, это большая красная кнопка записи, присутствует в том или ином виде в любой программе, которая осуществляет запись с экраном. И вот такое вот колесико, которое означает, что что-то можно настроить. Вот нажимая на это колесико, появляется такая небольшая настроечка. Первое, что вам надо настроить, это источник вашего видеосигнала. Что вы хотите записывать? Хотите ли вы записывать экран, и тогда будет браться вот это вот поле, о котором я сказал только что? Хотите ли вы записать только вашу веб-камеру, то есть только исключительно ваше собственное изображение? Либо вы хотите взять и то, и другое и автоматически поместить запись вашей веб-камеры в правом нижнем углу вот здесь по традиции запись, которая называется «Картинка в картинке», когда вы записываете скринкаст, но и ваше изображение тоже здесь присутствует. Итак, делайте один из трех выборов. После этого вам надо выбрать микрофон. И тут вы сталкиваетесь с первой неприятностью. Ну, во-первых, тут я вам хочу впервые сказать о том, что одна из тех трудностей, которые может вас преследовать при записи, это наличие нескольких микрофонов на вашем компьютере. Даже если этих микрофонов нет физически, у вас могут быть микрофонные входы, которые ваша операционная система или программа записи, она рассматривает как микрофоны, а не как просто входы, которые вы не используете. Вот. И вторая проблема, эта проблема будет существовать всегда, и вторая проблема, которая существует только в скрин-костоматике почему-то, это невосприимчивость вообще к кириллице. Как вы видите, вот в названиях микрофонов, когда мы нажимаем на кнопочку narration, появляется список всех ваших микрофонов, включая все микрофонные входы. Вот. Но микрофоны, так как у меня русская операционная система, кириллическая, то названия микрофонов у меня в операционной системе пишутся на русском языке. Если у вас чисто английская операционная система, то здесь будет все по-английски и тогда не страшно. Но у меня по-русски. В результате названия возникают в виде таких как принято говорить кракозябр. Разобраться к счастью как правило можно, потому что все реальные микрофоны имеют в своем названии какие-то кусочки английских надписей. Вот например то, что я выделил сейчас является на самом деле нереальными моими микрофонами, а просто микрофонными входами, которые существуют на моей системной карте. Я их никогда не использую и вот просто я их тут зачеркнул как несуществующие. Реально на моем компьютере два микрофона, один с веб-камеры. Его я не использую для записи, потому что у меня есть лучший микрофон, вот этот вот, и именно его я выбираю. Итак, помним просто название того микрофона, который вы должны выбрать, и выбираем его здесь галочкой среди всех микрофонов. Повторюсь, эту операцию надо будет обязательно выполнять для любой программы, которую вы не использовали для записи учебного видео. Итак, выбор микрофона, это всегда важно, иначе у вас звук либо не запишется, либо запишется не с того микрофона, не с хорошего, не отрегулированного микрофона, про который вы не думали, что с него может записаться. Следующее, это можно выбрать размеры записи. как я уже сказал, можно выбрать размеры просто перетаскивая границы вперед-назад, но обращаю ваше внимание, что такой выбор границ он ведет как правило к области неправильного размера, неправильного смысле нестандартного размера, что не всегда хорошо. Ну, в частности, любимый размер для видеороликов, для помещения видеороликов на YouTube, это размер 16 к 9 соотношение сторон, вот, и тут как раз следующая настройка, Size, позволяет вам выбрать один из таких размеров. Я предпочитаю размер 720p или HD, не Full HD, HD, это 1280 на 720. Вот, вы также можете сделать выбор Full Screen, то есть, на весь экран, либо какой-нибудь меньший размер. Вот, к сожалению, здесь нет такой приятной опции, как прилипнуть к какому-нибудь окошку приложения, которое есть в более продвинутых программах. Мы об этом поговорим чуть позже. Нажимаем на нашу любимую кнопку Record и дальше производится счет 1, 2, 3, Go и после этого все, что происходит после этого начинает записываться и отображаться вот здесь. После записи, сейчас мы чуть-чуть подробнее это рассмотрим в роликах, после записи есть возможность сохранения в виде отдельного файла на ваш компьютер, на специальный сервис ScreenCustomatica либо прямо на YouTube. Сохранение в виде файла, а именно это я вам рекомендую делать, потому что это правильнее иметь на своем компьютере все-таки копию того файла, который вы записали. выбираем тип, выбираем папку, имя, папку, что делать с курсором, подсвечивать его или убирать. Не пишем. Есть возможность также записать субтитры, но эту возможность мы здесь рассматривать не будем. Эту операцию лучше делать в каких-то более приличных программах уже в процессе монтажа, а не в процессе записи. Примерно также такие же пункты примерно при записи в облако ScreenCustomatic. У ScreenCustomatic есть свое собственное облачное хранилище видеофайлов и вы можете послать свой видеофайл сразу туда, записав его. Настройки примерно такие же и примерно такие же настройки у YouTube, если вы хотите сразу записать на YouTube ваше произведение. Надо отметить, что, конечно, предварительно вы должны иметь на YouTube свой канал. в процессе записи вас попросят с этим каналом соединиться, ввести свой логин и пароль и так далее. Либо вы в момент записи должны в отдельной в отдельном окошке, точнее, в отдельной вкладке быть уже присоединены к своему Google аккаунту. Ну что ж, давайте посмотрим теперь ролики, которые нам закрепляют общение со ScreenCustomatic и перейдем к другим программам. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Павел Калиников и сегодня мы рассмотрим сервис для записи видеороликов ScreenCustomatic. Уже прошло почти полтора года с того времени, как я записал пять роликов, посвященных этому сервису. Сервис изменился, его вторая версия перестала быть бетой и стала наконец полноценной версией и пришло время записать дополнительный ролик, который опишет те нововведения, которые появились в этом сервисе и как теперь с ним работать. Сегодняшний ролик не будет таким длинным, как предыдущие пять роликов, я лишь вкратце опишу то, как теперь можно работать с этим сервисом и что надо сделать для простейшей работы в бесплатном режиме и с записью роликов в видеофайл. Сейчас мы находимся на главной странице нашего сервиса. Первое, что вы можете сделать, это посмотреть на английском языке ролик, который описывает как работать со Screencast-O-Matic. Но мы не будем смотреть этот ролик. Итак, что нам нужно для того, чтобы работать с этим сервисом? Сервис функционирует как в платном режиме, так и в бесплатном. Давайте посмотрим опции платного и бесплатного режима. Вот они, эти опции. Опция бесплатного режима это не более 15 минут записи, запись экрана и веб-камеры, публикация на YouTube, публикация в видеофайл. Ну и здесь не указана также возможность публикации на собственный облачный сервис Screencast-O-Matic. Если вы приобретаете дополнительную опцию за 15 долларов в год, то вы можете пользоваться расширенными функциями, такими как удаление логотипа Screencast-O-Matic с вашего ролика, можете записывать продолжительные файлы продолжительность которых зависит только от объема вашего жесткого диска. Можете записывать дорожку с системным звуком. Те, кто привык работать с приложением Camtasia Stadia, знают, что это там типовая опция, ее можно выбрать и компьютерный звук будет воспроизведен вместе с вашим голосом. Например, когда вы показываете ролик с YouTube, то звуки будут микшироваться. Ну а в свободной версии этого звука просто не будет. Очень важно, в Pro-версии есть редактор, простой редактор видео. В этой версии также можно рисовать на экране и его увеличивать. Есть возможность публикации в Google Drive, Vimeo и Dropbox. Ну и также есть опция производства скриншотов вместо записи видео. Ну а теперь вернемся к нашему экрану и, собственно, начнем запись. Для этого просто нажимаем на клавишу Start Record, обращая внимание, что для этого не требуется ни регистрации на сервере, ни каких-то других операций. Просто нажимаем на эту синюю кнопку и загружается рекордер ScreenCustomatic. Сейчас мы увидим, что он появится на экране. Вот через некоторое время он появился и сразу появилось некоторое предупреждение, настройка опций, окошко настройка опций и сейчас мы посмотрим, что это такое. Ну, во-первых, на самом верху экрана мы видим три возможных варианта записи только экрана. Это то, что сейчас есть. Записи с веб-камеры. Не буду сейчас нажимать на эту кнопочку. Ну и записи веб-камеры одновременно с экраном. Мой выбор всегда это просто выбор записи с экрана. Следующая строчка. Здесь просто выскакивает предупреждение, что больше 15 минут записывать нельзя. Это ограничение бесплатного режима. Следующая строка это выбор размеров. Я установил здесь заранее размер 720p. Это размер 1280 на 720 пикселей. Можно еще выставить размер Active Window. Тогда этот размер установится ровно по окошку, но я не хочу этого делать. Обращаю ваше внимание, опять для тех, кто знаком с записью роликов в Camtasia Stadia, там можно включить одновременно режим 720p и Active Window. При этом активное окошко устанавливается ровно заказанный размер 1280 на 720. Здесь эти режимы можно включить только по отдельности. Поэтому я заранее окошко выставил в режим 720 и установил его так, что при записи ровно это окошко и будет записано. Следующий важный пункт это выбор микрофона. Вот как вы видите у меня целых 4 микрофона и тут есть один неприятный нюанс. Интерфейс ScreenCustomatica не может воспроизводить русские буквы. Поэтому если у вас русская операционная система и там названия ваших микрофонов в этой системе существуют на русском языке, но как известно это не вы задаете эти названия, эти названия приходят из драйверов, то вот здесь отображаются вот такие вот странные буквы. Поэтому ориентироваться вы можете только по английским буквам в названии микрофонов. Вот я вижу здесь например у меня есть один микрофон с моей веб-камеры C270 и второй микрофон которым я сейчас пользуюсь это микрофон моей USB гарнитуры. Остальные два микрофона это микрофоны которых реально не существует, но есть гнезда этих микрофонов ScreenCustomatica их видит. Это микрофоны моей звуковой карты. Один разъем располагается на главной панели моего системного корпуса а второй разъем позади системного корпуса. Ну вот я оставлю тот микрофон который есть он в настоящий момент рабочий и именно с него я веду запись. Компьютерное аудио у нас сколько мы здесь не нажимаем ничего нельзя сделать потому что в бесплатной версии оно не работает. Ну можно дополнительные опции настроить но они здесь не такие важные мы о них не будем говорить а давайте чтобы приступить к записи надо нажать на кнопочку с надписью record давайте это сделаем начинается отсчет и вот с этого момента пошла запись ролика уже внутри скринка автоматика ну у меня очень простой тестовый пример я сейчас буду переключаться между различными фотографиями и имитировать запись тестового ролика и так на этом закончим запись тестового ролика я нажимаю на кнопочку синюю кнопочку паузы обращаю ваше внимание что я могу продолжить запись ролика вот например еще раз нажав на record опять идет отсчет и я продолжаю запись тестового ролика а теперь завершаю ее я снова нажал на кнопку пауза и так я могу несколько раз начинать продолжать ролик более того вот здесь вот я могу его прослушать и вот с этого момента пошла запись ролика уже внутри скринка автоматика я также могу перемотать точку с которой я хочу возобновить запись в любой момент из тех остановок которые я делал либо в самый нулевой момент либо в момент первого останова либо в момент самого последнего останова ну допустим все я считаю что я свой ролик записал какой следующий у меня выбор я могу этот ролик либо стереть нажав на кнопку с изображением мусорного бака либо нажать на кнопку дан и с этого момента мы перейдем в режим сохранения ролика вот давайте это я сейчас и сделаю открылось новое окошко в котором можно проиграть полученный ролик и сохранить его ну давайте попробуем проиграть немножко ролика я нажимаю и я продолжаю запись тестового ролика а теперь завершаю ну вот такой простой проигрыватель и три возможности сохранить видеофайл сохранить в облачный сервис скринка автоматика и сохранить непосредственно на youtube вторые два примера я рассматривать не буду они явно носят дополнительный характер я считаю что самый хороший выбор это сначала сохранить видео в виде mp4 файла а потом уже с ним можно сделать что угодно в том числе записывать на youtube и куда угодно поэтому рассмотрим только этот вариант я нажимаю на кнопку save as видеофайл такое вот окошко настройки в котором можно выбрать формат файла вот предлагается mp4 avi и flv оставляем mp4 конечно как самый употребимый здесь мы можем выбрать название файла я напишу слово тест я могу выбрать папку в которой хочу сохранить мое видео по умолчанию стоит рабочий стол д Gust står еще я могу добавить записи титры. Как это сделать? Было записано в тех роликах, которые я делал полтора года назад. Не буду повторять этого действия. Оно достаточно длительное. И, в общем-то, я считаю, что не имеет смысла накладывать титры непосредственно на ScreenCustomatic. Лучше это сделать при погрузке файла в YouTube. Дело вкуса на самом деле. Тем не менее, будем считать все настройки я сделал и нажимаю на вот эту зеленую кнопочку Publish. Файл сохраняется на мой компьютер. Файл сохранился. Теперь я могу проиграть этот файл. Посмотреть папку, скопировать путь на этот файл. Либо ничего больше не делать. Вот я нажимаю на Done. И теперь уже просто двойным нажатием на файл запускаю проигрыватель. И вот с этого момента пошла запись ролика уже внутри ScreenCustomatic. У меня очень простой тестовый пример. Я сейчас буду переключаться между различными фотографиями и имитировать запись тестового ролика. Итак, на этом закончим запись тестового ролика. Я нажимаю и я продолжаю запись тестового ролика. А теперь завершаю ее. Мы провели полный цикл записи ролика при помощи ScreenCustomatic. Дополнительные возможности не настолько существенные, чтобы мы уделили им внимание. Я думаю, что этого ролика вполне достаточно, чтобы начать работать с этим замечательным сервисом и использовать его. Спасибо за внимание. Встретимся в новых учебных роликах. Ну что ж, с этим инструментом все. Я надеюсь, что запись при помощи него не составит для вас труда. Перейдем к другим инструментам. Все они так или иначе имеют общее с этим инструментом в своих настройках. Что радует? Это говорит о том, что запись в общем-то при помощи любого продукта подразумевает примерно одни и те же настройки. Вот несколько инструментов, которые мы с вами рассмотрим в таком ускоренном режиме. Ну и один чуть подробнее. Потому что он самый продвинутый. Итак. Free Screen Recorder. Вот можете скачать его отсюда. Слово Free говорит о том, что он свободный. Это один из самых простых рекордеров с самыми простыми настройками. Настройки у него такие же, как в ScreenCustomatic, может быть, даже еще победнее набор. Поэтому мы его рассмотрим просто вот я скажу, что он есть. Можете его скачать и попробовать. Но лучше бы вам попробовать нечто другое. Реальной альтернативой для ScreenCustomatic является вот эта вот программка, которая тоже free, то есть свободная. Программка от iSpring, которая называется iSpring FreeCam. Отличие в том, что ScreenCustomatic это все-таки сервис, а iSpring FreeCam это программа, которая устанавливается на ваш компьютер. Скачать ее можно вот здесь. Программа хороша еще тем, что она полностью русифицирована. Более того, у нее есть замечательное прямо на сайте iSpring замечательное русское описание, что делает отсутствие необходимости делать специальный учебный ролик, потому что все и так понятно, как сделать. Работает примерно так же, да, вот такие же примерно настройки, можно растянуть размер, где это происходит, настроить микрофон, настроить системное аудио, если необходимо, настроить камеру и дальше производить запись. По возможностям примерно аналогично возможностям ScreenCustomatic. следующий объект, о котором я хотел бы рассказать, это программка, которая называется MonoSnap, и тут она тоже бесплатная, и тут есть некоторые существенные отличия. MonoSnap это вообще программка, которую можно отнести не столько к рекордерам, сколько к скриншотерам, программам скриншотерам, которые созданы для того, чтобы создавать скриншоты с экрана, хорошие, быстрые, со стрелочками и так далее. Но сейчас достаточно часто в состав скриншотеров входит еще и возможность записи коротеньких видео. хотел бы отметить, что у программы MonoSnap такая возможность бесплатна. Достаточно часто такая возможность бывает платная. Вот, например, в моей любимой программе для записи скриншотов ClipToNet такая возможность платная, а вот в MonoSnap такая возможность бесплатная. чем хорош MonoSnap и вообще чем почему удобно использовать подобные программы для записи скринкастов. Эти скринкасты, конечно, если вы пишете скринкаст, который потом у вас станет частью вашего курса, вы предполагаете его обязательно обработать, привести в нормальное состояние, то лучше пользоваться какой-то более продвинутой программой. А если вы хотите записать видео здесь и сейчас и поделиться им с вашими коллегами или с вашими студентами, лучше всего подойдет MonoSnap. Например, вы ведете онлайн-курс и в чате ваш студент спрашивает, я не понял, как пользоваться такой-то кнопкой, расскажите мне, пожалуйста, или как пользоваться таким-то вот в меню не нашел того, что вы сказали на вашем вебинаре. Тогда вы быстренько записываете скринкаст, не правите его, одной кнопкой посылаете его в облако и ссылку передаете прямо в чате. Это может занять меньше минуты. Другими словами, если вы пишете видео не как контент, а как часть вашего взаимодействия со студентом, преподавательского взаимодействия со студентом в онлайне, в этом случае Monosnap подойдет как нельзя лучше. Кроме стандартных возможностей записи, есть еще возможность поставить такие вот стрелочки, указав на какой-то объект. Эти стрелочки появляются и сами исчезают через 5 секунд. То есть это настройки тоже минимальные. Вообще тут сплошной минимализм. Все создано для того, чтобы вам прямо здесь и сейчас записать и прямо здесь и сейчас разделить это со своими студентами. Скачивайте вот отсюда, устанавливайте на свой компьютер. Даже если вы будете пользоваться другой программой для записи приличных скринкастов, эта программа пусть у вас остается среди тех, которые установлены и используйте ее тоже, когда вам надо. Вот пример использования такой. Стрелочка на формулу ведет примерно так. Можете также использовать рекордеры, которые входят в состав более объемных приложений. К таким приложениям относятся два из тех, которые мы сегодня рассмотрим. Это приложение Movavi и более серьезное приложение, которое называется Camtasia Studio. Movavi это платная программа. Стоит она 2000 рублей. Можно ее скачать. Есть 7-дневная пробная версия, на которой вы можете попробовать ей пользоваться. Включает эта программа и запись с вашей камерой, и запись захвата экрана, и более менее приличный редактор видео. Но в составе ее есть и вот эта часть, которая является собственно рекордером. Из всего, что мы сейчас рассматривали, это пока самый продвинутый рекордер. После нее мы рассмотрим еще более продвинутый, но пока вот так. Есть возможность включить. все, что подсвечено зеленым, это включено. Камеру, ваш микрофон, здесь вам будет предложено тоже выбрать источник микрофона. И то, что у нас было запрещено в бесплатном режиме в ScreenCustomatic прошу прощения, я ошибся. Вот здесь микрофон последний под третьим номером, под первым номером камера, а под вторым номером системный звук. Системный звук это достаточно полезная вещь, если вы хотите записывать на чтобы в ваш скринкаст вошли все звуки вашего компьютера, которые передаются на ваши динамики, причем чтобы они записались не с динамиков на ваш микрофон и вашу запись, а сразу попали в вашу запись, то вам надо включить системный звук. Это очень удобно. При записи некоторых вариантов скринкастов, таких как немые скринкасты, можно вообще микрофон не включать, а использовать только системные звуки. Дальше вы можете выбрать область. к сожалению, здесь есть отличие от более продвинутых программ, таких как рекордер Camtasia, здесь нельзя прицепиться, прилипнуть к какому-нибудь окошку приложения, а это очень удобно. Можно выбрать также различные эффекты, настроек достаточно много, в общем это относительно продвинутый уже рекордер. Можете его попробовать, вот бесплатно скачать семидневную пробную версию, заодно и можете попробовать тот редактор для монтажа видео, который вы собственно и приобретаете. К сожалению, у MoveAvi нет такого режима, как в iSpring, что программа для записи предоставляется бесплатно, а все остальное платно. Все это входит в единый пакет и к сожалению платно. Ну и наконец тот инструмент, который использую я и который я всем советую, это Camtasia Studio. Это правда платная программа, стоит она, ну если никаких усилий не делать к сокращению стоимости, то 299 долларов навсегда, то есть не на год, а навсегда. Если вы пишете, что вы представляете какое-то учебное, занимаетесь учебными делами, то есть представляете образовательное учреждение, то вас даже не переспрашивая просто сокращают цену почти вдвое. Ну а в некоторые дни более чем вдвое. В специальные дни. По сравнению с другими программами, продвинутыми программами для видеомонтажа, это сущие копейки, потому что обычно серьезные программы стоят там уже где-то тысячи долларов или ближе туда, сотни по крайней мере, большие сотни долларов. Так что это очень хороший инструмент. Разумеется, это инструмент не только для записи, но и для видеомонтажа, причем для видеомонтажа именно таких роликов, которые могут быть учебными, то есть там все, что нужно нам, преподавателям, авторам учебного видео. Вот, и собственно об этом приложении, мы более подробно поговорим с вами на следующем вебинаре. а сейчас мы, да, я хотел бы сказать, что скачать 30-дневную версию, не 7-дневную, как в прошлом случае, 30-дневную версию можно вот здесь, по вот этой вот ссылке. Последняя версия Camtasia называется Camtasia стадия 2018. Ну, или если вы хотите скачать одну из предыдущих версий, то можете сделать это вот здесь. Например, если у вас установлена Windows 7, то надо скачать 8-ю версию Camtasia. История версий такая, примерно, 7-я, 8-я, 9-я Camtasia, а потом следующая Camtasia называется Camtasia 2018. Вот так вот. Так что вам надо скачать тогда предпредыдущую версию, которая называлась Camtasia 8. Вот скриншот самой Camtasia. Это большая программа с большим количеством настроек. Но в ней есть простая кнопка, запись, которая называется. Вот она эта кнопка. И нажимая на нее попадаем в совсем простую опять программку. Все они примерно одинаковые, видите, в виде такого пультика. Мы видим, что что-то очень сильно это все напоминает то, что мы уже с вами рассматривали. Опять настройка поля, настройка камеры, настройка источников звуков. Сразу регулировка звука здесь. Ой, прошу прощения. Ну и большая красная кнопка записи. Первое, что надо сделать, это выбрать область записи. Область записи и вот здесь есть прекрасная такая опция, которая называется Lock to Application, которую я вам настоятельно рекомендую использовать. это опция, которая позволяет прилепиться к какому-нибудь окошку. Например, вы хотите снимать только окно вашего браузера или только какое-то приложение, например, Photoshop. Вы делаете это окошко самым верхним окошком, после этого здесь выбираете размер этого окошка, который вы хотите, чтобы был, например, 720p, и только после этого выбираете Lock to Application. Ваше окошко автоматически становится ровно таким, как надо, вот таким, 1280x720. Все, вы можете начать записывать с этого окошка специально вручную не подгоняя его размеры под то, что нам надо, чтобы было 16 к 9 размеров. Все это автоматически уже установилось. Разумеется, вручную вы тоже можете это все подправить. Да, но это я не рекомендую вам это делать. Вы можете выбрать камеру, включить камеру. Обращаю ваше внимание, здесь присутствует совершенно замечательное свойство. Кстати, в предыдущем варианте в Movavi это тоже, эта опция тоже присутствует. Ваше изображение вашей камеры не просто запишется в уголочке, оно запишется отдельной дорожкой. Что такое отдельная дорожка, мы с вами узнаем в следующий раз. Это опция уже не рекордера, а опция системы монтажа. Ну, вкратце скажу только то, что это то, что позволяет вам потом самому решить уже при монтаже как изображение с вашей камеры использовать. Можете вообще убрать, можете увеличить на весь экран, можете сделать на одну четверть экрана, на одну восьмую экрана, переместить с верхнего, с нижнего уголочка в верхний уголочек и так далее. Вот, то есть вы можете оперировать своей камерой как угодно. Выбор аудио. конечно надо выбрать сначала свой микрофон. Ну, вот здесь выбран один микрофон мой и запись системного аудио. Можно сделать какие-то иные, иной выбор. Можно, как я уже говорил, выключить микрофон совсем, чтобы записать не мой скринкаст. Такое тоже встречается. Можно дополнительно включить различные эффекты, например, эффекты рисования. Вот точно так же, как сейчас я рисую что-то на экране, вот какие-то вот такие вот закорюки, могу нарисовать вот такой вот прямоугольничек, могу нарисовать кружочек. Это я делаю сейчас средствами моего Мирополиса, то есть средствами программного обеспечения Мирополис, которое обеспечивает нам запись вебинара. Вот то же самое есть и в этой программе, примерно такие же виды рисования. Если вы хотите по ходу вашего вашей записи что-то рисовать, вы должны включить. По умолчанию это выключено. Ой, да, вот надо было наверное мне сначала включить опять свою рисовалку такую, маркер, вот. Вот эта галочка должна быть взведена в этом случае. Ну вот и да, ну и собственно процесс записи. Как только мы нажали на красную кнопочку, вот это вот, здесь она прямо таких неприличных больших размеров, чтобы мимо нее не прошли. Вид преобразуется вот этой панельки. Здесь начинается отсчет времени в минутах, секундах, в часах, минутах и секундах. Здесь вы все еще прямо в процессе записи, обращая внимание, если вам надо, можете подправить громкость вашего аудио. Ну а здесь кнопочка, которая позволяет вам рисовать, либо ставить маркеры. Что такое маркеры? наверное это выходит за пределы нашего сегодняшнего вебинара. Это некие специальные точки, которые потом можно обрабатывать при монтаже. Они не имеют никакого отображения в видео, это логические точки, которые просто потом на оси времени отображаются. Ну и то, что можно сделать, это сразу стереть, приостановить запись, с тем, чтобы потом продолжить, либо нажать на кнопку стоп, которая сразу загружает ваш результат уже в большую программу монтажер. Ну и последнее, что я хотел бы вам показать, это вот кнопочка рисования. Когда вы на нее нажимаете, пока еще инструмент не выбирается, а расширяется панель инструментов, с тем, чтобы вы могли выбрать вот один из вот этих, прошу прощения, вот здесь заканчивается, один из четырех инструментов. Это рамочка, вот такой кружочек, заливка и свободное рисование. Вот выбирая один из этих инструментов, вы что-то рисуете на экране, потом вы должны нажать снова на этот инструмент и все вами нарисованное пропадет, он снова схлопнется до вот такого. И вот каждый раз, когда вам что-то надо рисовать, надо проделать подобные операции. Когда вы нажимаете на стоп, ваша запись попадает в корзину клипов уже большого приложения, в котором можно производить монтаж. Ну вот давайте сейчас все это закрепим при помощи ролика, который я специально записал для вас. Этот ролик не мой, и я его буду, помните, я говорил про немой скринкаст, я как раз его буду комментировать в процессе вебинара прямо сейчас поверх. вверх. Итак, входим в наше приложение и нажимаем на кнопочку записи. Появляется панелька записи. выбираем необходимый размер и делаем Lock to Application. При этом наше ведущее окошко сворачивается до того размера, как нам необходимо. Выбираем камеру, если это необходимо. я ее выключаю, потому что обычно я этот режим не использую. Отрегулируем микрофон, выбирая тот микрофон, который мне нужен. Могу его выключить. Регулирую громкость записи с микрофона. Вот здесь выбираю эффекты. Здесь у меня уже выбрано, но еще раз выбираю, потому что по умолчанию она не включена. Нажимаю на запись. Начинается запись. 1, 3, 2, 1, пошла запись. Вот теперь могу начать рисовать. Выбираю какой-то инструментик, например, свободное рисование. Ну, что-то подчеркиваю, вот так, например. Убираю. рамочку. Снова включаю и выбираю вот такой вот инструмент, рамочку. Выключаю. Могу поставить маркер. временно выключаю. Видите, замерла запись и снова запускаю. Ну, могу еще что-нибудь нарисовать, например, выделить вот этот вот жало маркера на рисунке. Все, нажимаю на кнопку квадратную и попадаю в приложение. Вот оно в нашем приложении Camtasia появилось на оси времени в корзине клипов в виде разных дорожек. Обращаю ваше внимание. Это дорожка видео, это дорожка звука. Ну, чтобы привести все в исходное состояние, можем все поудалять. А, мы еще можем разделить, мы записали ведь два звука, звук с микрофона и звук системный. Можем их разделить на разные дорожки. Все удаляем, чтобы привести в исходное состояние. Все, вот и вся процедура записи. На самом деле, сама по себе процедура записи, она не сложная с технической точки зрения. Сложно другое. Сложно, ну, не сложно, можно, конечно, да, но что вам надо сделать? Вам надо хорошо подготовиться и вам надо сосредоточиться в процессе и в процессе записи с минимальным количеством ошибок воспроизвести то, что вы хотите записать, правильно прокомментировать это голосом, применить те инструменты, подчеркивания, которые вам необходимы в нужный момент, с тем, чтобы сократить расходы вашего труда в процессе монтажа. Ну, вот, собственно, и все на сегодня. Вот, продолжим с вами говорить о монтаже уже в процессе следующего вебинара. Так, вижу вопросик, скажите, пожалуйста, программа Bandicam тоже может использоваться для записи монтажа скринкастов, какая-то информация по работе с ней. Не пробовал, если честно, вы знаете, так, по большому счету, их десятки программ, которые могут использоваться. Честно вам скажу, не видел такой программы, не устанавливал ее к себе. Как вы оцениваете, читаю во вкладке вопросов, как вы оцениваете по сравнению с тем, что описывали возможности для записи монтажа видео Adobe Captivate, Adobe Presenter Articulate Storyline? Ну, Adobe Captivate это все, все программы, которые вы назвали, это не напрямую программы записи, это программы, входящие в более солидные пакеты для изготовления учебных курсов. Вот, разумеется, можно пользоваться ими. Я вам сегодня хотел продемонстрировать те программы, которые вот сами по себе только записывают. Вот, либо входят... Вот, кстати, хороший вопрос, хороший комментарий, бесплатный, только большой вес файлов получается. Многие бесплатные программы действительно на выходе получается результат достаточно большой. чем еще хороша Camtasia, да, вот этот вот записывающий, в нее встроен совершенно замечательный кодек, специально разработанный компанией TextMid, которая производит Camtasia Stadia, и в нем получаются достаточно компактные MP4 файлы, иногда в 2-3 раза больше, чем те, которые получаются, меньше, чем те, которые получаются при помощи других записывающих программ. Так, пользуюсь дабыть видео Capture Software. Ну, пользуйтесь, это здорово. Я думаю, что там примерно те же настройки. Еще раз хочу сказать, их десятки этих программ. Почему для Windows 7 нужно скачивать Camtasia 8, а не 9 или 18? Потому что Windows 7 еще 32-битная операционная система, а начиная с Camtasia 9 и 2018 Camtasia только 64-битные, поэтому они не становятся на Windows 7. Вот, к сожалению. Так, ну и я хотел бы, да, хотел бы обратить внимание, что завтра, 19 декабря в 15 часов будет мой вебинар. К сожалению, в то же самое время, когда и состоится вебинар, в Директ-Академии пройдет вебинар Марины Орешко, у меня будет проходить вебинар совместно с компанией Ракурс. Ну, я смело себя могу рекламировать, потому что у Марины Орешко все равно будет аншлаг, сколько бы я человек к себе не оттянул, все равно у нее будет под 200, да? Поэтому вот приглашаю вас на свой вебинар завтрашний, который называется «Используем мобильные приложения для изготовления учебного контента». Сейчас я вам дам ссылочку на этот вебинар. можете зарегистрироваться. Вот он, вот эта ссылочка. Я попытаюсь рассказать о мобильных приложениях, при помощи которых можно изготавливать учебный контент, в том числе, кстати, и о программе записи скринкастов уже с экрана ваших гаджетов. Это особый случай, да, мы здесь рассматривали все программы для больших компьютеров, а здесь рассмотрим в числе тех приложений, о которых я буду говорить, будут приложения и для записи с экрана. Ну и наконец, последнее, куда я вас хотел бы пригласить, это да, у меня вот тут не вошла, адрес не вошел, сейчас я продублирую. Как всегда, в феврале-марте у меня будет проходить учебный курс, который называется тоже совместно с компанией Ракус, который будет называться профессиональная разработка электронного учебного контента 2019, 12-ти темный курс на 96 академических часов, 12 вебинаров, в общем, такой достаточно продвинутый и большой курс который из всех курсов, которые я веду, он там волей судьбы самый популярный, сейчас я его ссылочку на него дам, одну минутку, если кто-то хочет поучаствовать или хотя бы просто посмотреть, так, стоп, прошу прощения, это я второй раз сдал, сейчас я эту ссылочку вам дам, она простая, contentium tilde vs, вот эта ссылочка, ну, даже если не хотите участвовать, просто посмотрите на этот лендинг, там достаточно подробная программа, может быть, что-то вас заинтересует, ну, и последнее, что я хотел сделать, это дать вам возможность прямо сейчас приобрести сертификаты за данный, сертификат за данный курс, через полминуты я вам дам ссылку, мне надо сделать определенные телодвижения для того, чтобы вам стало это доступно, сохраню табличку, загружу ее в программу выдачи сертификатов, загружаю, а вы пока готовьте вопросы, если они у вас еще, если они у вас есть, или реплики, видите, как в этот раз достаточно много людей используют другие приложения, это на самом деле так, в том смысле, что очень популярны вообще разные рекордеры программы, так, ну, и вот мне осталось еще раз напомнить вам, вот эту информацию, где вы можете получить ваши сертификаты, и так это можно сделать вот здесь. запись. На этом, собственно, программа нашего сегодняшнего вебинара завершена. Я хотел бы просто вам сказать, что запись это достаточно проста, с технической точки зрения, достаточно проста, поэтому попробовать ее вы можете вот прямо сейчас после вебинара, это не так сложно. Сложности записи в другом, в том, чтобы сосредоточиться и записать все как надо. Ну, чтобы закрепить технические навыки, в отличие от каких-то сложных программ, вы это можете сделать прямо сейчас в течение буквально получаса. Сколько времени у вас затрачено на 10-минутный ролик? Это зависит от моих установок. Если я пишу ну, очень по-разному, скажем так. Если я пишу ролик с голосом и мне надо сделать его хорошим и красивым, то примерно умножайте на 10. Я имею в виду не процесс записи, а процесс записи вместе с монтажом. Вот. Если я делаю вот примерно такой ролик, как я вам показывал сейчас, то есть не мой ролик, то все это может занять гораздо меньше времени, но умножить на 3 или 4. Вот скажем так. Ну, вот как-то так. я хочу сказать, что умножить на 10 это еще не так плохо. То есть 10-минутный ролик уложится у вас тогда в 2 часа. Это очень даже нормально по сравнению с другими видами учебного видео, которые там студийные и так далее. там считать, если все трудозатраты посчитать, то это умножить там на 50, а то и на 100. Ну, что ж, давайте с вами прощаться. Напоминаю, что месяц это извините, я считаю трудозатраты чистые трудозатраты, а не трудозатраты, которые с учетом пауз там и так далее. Понятно, что реальные трудозатраты будут, если рассчитать их вместе с паузами, если они перемежаются с другой работой и так далее. Так, если можно вместо голоса экранного диктора использовать from «О, ну, боюсь, что этот результат вас не всегда порадует, вот, ну, можно попробовать». Тут беда в том, что ведь надо же еще попадать, чтобы этот голос попадал в те самые моменты, где вы чего-то показываете. звук-то может быть и будет чистым, а вот попадать в те самые моменты, когда вы что-то, чтобы голос синхронизировать с записью, как правило, надо одновременно говорить и что-то показывать. Попасть записью в звук это очень сложно. Вот, ну, что ж, давайте я все-таки напоследок вам еще раз свой последний вебинар, дам ссылку на него. Раз уж вы были на трех предыдущих вебинарах, то, пожалуйста, на четвертый тоже придите и здесь мы поговорим о монтаже, по крайней мере, вот в таком. Я не обещаю, что мы с вами монтаж уж так на одном вебинаре рассмотрим, да, ну, по крайней мере, поговорим о том, какие формы монтажа, виды монтажа хороши для учебного видео и что они позволяют нам сделать и показать. Ну, что ж, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и жду вас на своем последнем вебинаре в пятницу. Ну, а если говорить о Директ Академии, то вебинары Директ Академии проходят каждый день и каждый день я вас жду на наших вебинарах. Всего доброго, до новых встреч в эфире, до новых встреч в Директ Академии. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok